Приветствую гостей и подписчиков моего канала. Меня зовут Елена Мирсанова, я парапсихолог. И сейчас мы рассмотрим такой вопрос. Помиримся ли мы? То есть помиритесь ли вы со своим молодым человеком, со своим мужчиной? Или если вы мужчина и вы хотели бы помириться со своей девушкой? Девушкой, женщиной, женой, подругой. Итак, что же вам нужно сделать? Пока я раскладываю. Выберите одну цифру от 1 до 5. Представьте этого человека. Цифры выбираем интуитивно, то есть первое, что придет в виду. Этот расклад носит общий характер, то есть не настроен лично на вас. Если же вам нужна индивидуальная консультация, то можете пройти по ссылкам в описании к этому видео и ознакомиться с условиями. Определенной цены на мою работу нет, но есть некоторые ограничения при работе онлайн. Соответственно, наличные приемы ограничения. Итак, помиритесь ли вы с конкретным человеком? Смотреть мы будем на карту Кипер. По три карты разложим, пять позиций. Посмотрим, что они нам скажут. Какие варианты дадут. И стоит ли что-то вообще для этого делать. Если у вас есть несколько вариантов, то, соответственно, каждый вариант будет именна цифра. Итак, думаю, выгадали. Для тех, кто выбрал цифру номер 1. Померитесь ли вы? Так, скорее всего, ответ «да». Единственное, ваш партнер, независимо от этого мужчины, это или женщина, немного такой, знаете, ветреный человек. И такой разлад будет не в последний раз, не первый, не последний. Поэтому, наверное, стоит на это настраиваться. Причина этому, скорее всего, вот именно отношение к каким-то семейным узам, отношение вообще к браку, потому что оно такое довольно-таки легкое. то есть, пофигизм у вашего партнера, можно сказать, зашкаливает. Он не совсем здоровый. Повторюсь, что человек с ветром в голове довольно-таки сложно держать на поводке, особенно на коротком этого человека. Тем более не стоит, потому что будет взбрыкивать и делать на зло. В общем, поступать как подросток. Ничего из этого хорошего не будет. Желательно бы вам почаще вашему партнеру давать, наоборот, инициативу, давать знать, что за свои поступки он все-таки должен отвечать. она или она, неважно. И поменьше все-таки именно прощать этому человеку, как вы это и делаете. То есть, не сразу сближаться после того, как человек решил к вам вернуться. можете этому человеку, партнеру дать знать, что он для вас многое значит, но он вас очень сильно обидел, огорчил, и вам нужно подумать. Прямо можете так и озвучивать, что хорошо, я согласна, не согласен на примирение, но мне нужно еще некоторое время для того, чтобы подумать. Человеку это даст некоторые сомнения, сомнения в себе, и немножко он уже поковыряется все-таки в своей голове, и чуть-чуть хотя бы поменяет отношение к вам лично. Немножко будет посерьезнее все-таки. Итак, ответ. Помиритесь ли вы? Ответ да. Так, расклад номер два. Для тех, кто выбрал цифру номер два. Помиритесь ли вы? Да. Ну, если честно, если даже вы сами пойдете на примирение, это будет очень большая ошибка. Во-первых, у партнера амбиции взлетят, вообще вот самооценка будет выше некуда. и в конечном результате как таковых нормальных отношений из этого не получится. Человек и так довольно-таки эгоистичен, а своими первыми шагами вы эту самооценку еще больше повысите и, как говорится, определенной нормальной отдачи от этого человека вы уже не получите. то есть будет игра в одни ворота и точно не вашу пользу. Стоит ли вообще с ним мириться, с этим партнером, кого загадали, с мужчиной или женщиной, не важно. Вот на данный период времени все-таки нет. Не стоит. Возможно, если только через какое-то определенное время, допустим, не меньше трех месяцев. Ему нужно, ему или ей нужно дать повариться, как говорится, собственным соком, побыть без вас, причем желательно за это время особо не давать себе знать. Попробовать ли помириться за тем вам самому или самой в дальнейшем возможно стоит, потому что как говорят, лучше попробуйте пожалеть, чем не попробуйте, потом об этом пожалеть. Но не раньше, чем через три месяца. вот такой расклад выходит по картам, так что помиритесь ли вы, человек сам скорее всего не пойдет на примирение, придется вам делать самому или самой этот шаг, но все-таки вот конечный результат ничего хорошего из этого все-таки не выйдет. Так что ответ скорее всего да, помиритесь, но ни к чему хорошему это не приведет. Так, расклад номер 3 для тех, кто выбрал цифру номер 3. Так, помиритесь ли вы? Так, тут скорее всего да, причем примирение такое получается довольно-таки интересная такая неожиданная встреча, нечаянная причем для вас обоих. Даже есть такой вариант, что вы можете встретиться где-нибудь далеко от дома, где совершенно не ожидали этого. Так что ответ скорее всего да, что помиритесь. Выдут ли из этого какие-то отношения я сказать не могу, но точно вы будете общаться причем на такой вот хорошей спокойной ноте без каких-то либо излишних эмоций, причем негативных. Так что ответ скорее всего да, помиритесь, но не факт, что из-за этого в дальнейшем будут какие-то отношения. расклад номер четыре для тех, кто выбрал эту цифру. Помиритесь ли вы? Так, ответ скорее всего да, потому что между вами с обоих сторон все-таки есть чувство, есть сближение, есть какая-то связь, есть много чего общего. К тому же человек, партнер, которого вы загадали, ему у вас не хватает. Даже некоторые болезненные сейчас чувства испытывайте как вы, так и вот этот партнер. Так что помириться вам надо обязательно обоим и не важно кто сделает первый шаг. Хотите вы это сделать, делайте. Никакого определенного тут риска нет, потому что иначе вы и себя мучаете и тот человек тоже мучается. Так что нужно идти на примирение. Однозначно. Не зря говорят, что гордыня это тяжелейшая из грехов. Именно вот у вас обоих это присутствует. ни один не может сделать первый шаг. Так что да, нужно обязательно примириться, так что помиритесь однозначно. Но для этого нужно хотя бы что-то немножко сделать. Не ждать, когда партнер пойдет на этот шаг. Так, расклад номер пять. Для тех, кто выбрал цифру номер пять. Помиритесь счастливым. Так, ну, некоторые верстка в самое ближайшее время появится от этого человека, но к сожалению, я бы не сказала, что она будет для вас радостной, позитивной. Скорее всего, нет. И чем больше вы надеетесь на это примирение, тем больше вы себя затягиваете определенный какой-то омут. Поэтому желательно бы хотя бы на время, я понимаю, что сейчас это довольно-таки тяжело, но хотя бы на время отбросить эту ситуацию, дальнейшем будет намного легче, хотя бы на... попробуйте для себя определить некоторый срок, когда определяешь конкретные сроки, тогда намного легче. Допустим, от недели до трех недель для себя. Вот сегодня, допустим, 17 число, прибавляйте 17 число воскресенья у нас сегодня, допустим, вы постараетесь о этой ситуации подумать до... отложить до следующего воскресенья. Займитесь чем-то другим, иначе вы себя забунете в не очень приятное состояние, которое скажется в первую очередь на вашем здоровье, а пользы никакой абсолютно не принесет. Пускай вот в данной ситуации вам нужно немного покрыть по течению, ничего не предпринимать, это будет в пользу. Так что ответ померяйтесь ли вы? Тут вот если честно, обычно все равно расклады выходят были четкие, вот тут слишком размыто, потому что ваш партнер мириться на данный момент даже не собирается, и какие-то либо шаги предпринимать именно сейчас абсолютно не стоит, ничего из этого хорошего не выйти, только полное разочарование. Так что ответ на ближайшее время ответ нет. Итак, сегодня вы посмотрели такой вопрос, померитесь ли вы? Вышло несколько вариантов, думаю они вам пригодятся, конечно 5 вариантов это довольно-таки немного, поэтому приходите на индивидуальные консультации, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока, и до новых встреч.